Безусловно, главное событие 1 сентября – Общероссийский день знаний. Начало учебного года – замечательный повод порадоваться росту основного демографического показателя – рождаемости. По количеству первоклассников, которые увеличиваются год от года, это особенно заметно. В этом году в муниципальные образовательные учреждения пришло 71 480 юных магнитогорцев, почти на 4000 больше, чем в прошлом. Причем 5200 ребят переступят порог школы впервые. В школе номер 59 в этом году впервые более чем за 10 лет количество учеников перешагнуло тысячный рубеж. Продолжит Юлия Никифорова. Школа номер 59, носящее имя легендарного директора магнитки Ивана Харитоновича Рамазана, в этом году начинает 24-й по счету учебный год. Она была открыта в сентябре 1992 года. Этот учебный год школа начинает победителем конкурса в номинациях «Лучшая школьная территория», «Лучший школьный интерьер». А главное, все 100% юных рамазановцев, выпускников 11-х классов, в этом году поступили в вузы. Поступили успешно. Новый учебный год школы Рамазана начинает, набрав 4 первых класса, 110 новых учеников. На базе 59-й работает гимназия для будущих первоклассников. Заботливые родители имеют возможность заранее побеспокоиться об адаптации ребенка к школьной жизни. Мы ходили целый год в гимназию, мы знакомились с учителем, знакомились со школой, с классом, с ребятами знакомились. В этом плане, конечно, проще ребенку. Легендарный народный директор, задумывая строительство этого здания, мечтал о школе со спортивным уклоном. Эти планы воплотили в жизнь уже после смерти Ивана Харитоновича. Сегодня в школе несколько спортивных залов, бассейн. На базе учреждения действует около 30 различных секций и кружков, в том числе современного бального танца. 59-ю школу можно смело назвать важнейшей культурно-образовательной точкой юга нашего города. Впервые в этом году мы для начальной школы сделали 5-дневный режим работы, 5-дневная учебная неделя. Два десятых класса профильных, социально-математический, физико-математический. Обеспечивать комфорт и порядок руководству школы помогают металлурги-магнитки, бессменные шефы, сотрудники кислородно-конвертерного цеха в частности и руководство Магнитогорского металлургического комбината в целом. Дорогие ребята, уважаемые родители и учителя. Разрешите от имени Виктора Филиппа Чарашникова, депутата Законодательного собрания Челябинской области, председателя Совета директоров акционерного открытого общества Магнитогорский металлургический комбинат, поздравить вас с этим замечательным праздником, Днем Знаний. Юлия Никифорова, Влад Набиев, телекомпания ТВИ.